Здравствуйте, ребята! Меня зовут Тагильцева Екатерина. Сегодня я перед вами буду выступать. На данный момент я студентка Новосибирского государственного университета, экономического капитала в направлении юристов и ДНЦ. На слайде вы можете увидеть мои баллы, которые я получила в прошлом году. Это 100 баллов по сознанию, 100 баллов по русскому языку и 93 баллов по истории. Вот, я живая, здесь перед вами, и хочу на самом деле сегодня с вами поговорить. Главная моя цель — это вас успокоить, что 100 баллов или 90 плюс — это достижимо. Я не заучка, я не зубрила, я не сидела безвылазно в учебниках или в каких-то других девайсах или что-то подобное. Но я знала, смотри. Являюсь сама по себе победительницей муниципального этапа и призером интернального этапа с российской олимпиады школьников по обществознанию в прошлом году. Главное, что бы я хотела выделить, это то, какие я ресурсы в принципе использовала. Основа моя была — это сайт Федерального педагогического института, то есть открытый банк ЕГЭ, YouTube-канал Рособронадзора. Вот поднимите руки тех, кто знает, что примерно находится на этом YouTube-канале. Хотя бы смотрел, ну то есть не на слайде. Ну кто-нибудь. Один. И оператор. В итоге большинство из вас не знает. Но на самом деле вы уже придя сегодня домой можете зайти туда и посмотреть. Там есть великолепное видео не больше 30 минут ЕГЭ 2018. Общество знания, где вам от Рособронадзора преподаватели рассказывают, что конкретно нужно вам в том или ином задании выполнить или какими методами пользоваться. В общем, я вам настоятельно рекомендую посетить этот канал. Портал ЕГЭ также. Это просто информация, плюс там интересная была психологическая сводка, или скажем так, про это попозже тоже. И, конечно, ваш собственный опыт, откуда он получается. Это новости, исторические события какие-то, или хобби. Вот. Основа хорошей подготовки – это режим. Режим я выделила сейчас на, скажем так, три составляющих. Это учеба, сон и отдых. Про учебу. Ребята, вот ответьте, вот один-два человека, как вы построили сейчас свой учебный план, скажем так. Как ваш день проходит? Вот когда вы учитесь? Кто-нибудь? В школе с утра. В школе с утра, а дома? Суплю. 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 Ну, тоже нормально. На самом деле, если кому-то, надеюсь, вам интересно вообще, в принципе, домашняя подготовка, что мне удало, скажем так, набрать столько баллов, нужно делать, повторять сейчас финишная прямая, два месяца до ЕГЭ, мантраж, коленки трясутся, руки потеют, нужно немножечко успокоиться и начать повторять материал интервально. Нам нужно запомнить огромный блок информации, поэтому выделила для себя еще по подготовке три кита запоминания. Это интервальность, системность и разнообразие. Интервальность, это комфортно для вас, график работы. Системность, вы всегда, я считаю, что это вообще основа моей сегодняшней мысли, которую я хочу вам донести. Пожалуйста, систематизируйте информацию, которую вы получаете. Разнообразие. Разнообразие, это используйте виды памяти разные. И это помогает вам именно в систематизации. Если вы прослушали только что какой-то урок по теме, допустим, у вас тема сегодня была политическая система Российской Федерации, попробуйте закрыть глаза уже после окончания на переменке и вспомнить краткие какие-то моменты основной, выделите важное, главное и важное для вас. В таком случае, когда вы придете домой, допустим, будете уже приготавливаться целенаправленно для запоминания информации, у вас уже будет база. Вы эту базу сможете в любой... Вот у вас в разбудии ночи, как часто говорят, вы вот эту базу скажете. Не то, что вы прочитали в учебнике, вы можете прочитать 200-300 страниц. Вы запомните ту базу, которую вы переработали, которая вылилась именно вашим языком в вашей голове. Это кропотливо, это долго, но это 100 баллов. Вот как-то так. Это всем желанно. И освещение проблемы. Возможно, этот пункт я выделила не совсем понятно, но что я хотела сказать. Когда вы видите в задании с кратким ответом какую-то тему, допустим, те же самые налоги, попробуйте подумать, как бы вам могли сказать это в другой форме. Допустим, в вопросе с развернутым ответом. То есть, и если вы уже найдете вот на эти преобразованные формы вопросов свой ответ, то будьте уверены, вы точно разобрались в этой теме. А значит, вы ее сможете использовать на экзамене. Опять же, возвращаемся к тому же слайду. Сон. Ребята, те, которые учат безвылазно, не спят, а также те совы, ночные зверьки, как я, пожалуйста, спите. Пожалуйста, высыпайтесь, потому что сейчас у вас будет очень много нервного напряжения копиться, и сон — это то, что вам позволит восстанавливаться. И сейчас ваша задача — не столько наработать много-много материала, которые вы только можете. Сейчас ваша задача — попробовать сделать так, чтобы на экзамене вы смогли все это выложить. Чтобы вот как к какому-то конкурсу, когда готовитесь, вы сначала приготовляетесь, 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 а потом в какой-то момент понимаете, что вы что-то забыли, вы еще забыли, все, ничего не знаю. Вот именно для этого, чтобы не было на ЕГЭ вот такого момента, нужно сейчас вам отдохнуть и систематизировать информацию. Закрыли глаза, вспомнили план. Например, ну, давай сейчас подумаем. У вас в позиции кодификаторы есть такая тема, как социальная сертификация. Вот если... Вам это о чем-то говорит же? Да. Да. Какие понятия вы можете связать с этой темой? Ну, вот что вы первое, что вы вспоминаете? Вот социальная сертификация. Ага. Что дальше пошло? Вертикально-горизонтально. Вертикально-горизонтально. Например, исторические формы социальной сертификации. Можете как-то придумать? Страх. Да, это один из пунктов, которые вы должны понимать. Дальше пошло. Социальная мобильность. Знакома? Да. Связано социальной сертификацией? Конечно. Отлично. Значит, вы уже сформировали вот данную тему у себя в голове. Социальная мобильность. Социальные лифты. Знакомы? Да. Можете, ну, примеры сказать? Социального лифта. Любой. Образование. То же самое образование. То, чем мы с вами сейчас занимаемся, да? Именно. Если вот вы на каждую позицию кодификатора, почему я настаиваю посмотреть, заглядывать почаще сейчас, распечатать этот кодификатор и ставить себе галочки вот именно напротив того пункта, где вы можете закрыть глаза и придумать себе краткий план. Тогда вы проработали эту тему и можете к ней не возвращаться до того, как будет неделя перед экзаменом. Ну, это я сказала, возможно, зря, но к ней нужно будет вернуться обязательно. Но тут нужно уже получить просто себе уверенность, чтобы не было волнения насчет этого. Отдых. Гуляйте, встречайтесь с ребятами, с друзьями, делайте то, что вам нравится, хобби, занимайтесь, пожалуйста, спортом, потому что спорт сейчас очень важен на самом деле. Помню себя. Я одно время вот как раз-таки делала, что? Начитывал, 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 начитывал материал, и потом поняла, что все, весь месяц, например, февраль я начитывала. Весь месяц, который я читала, я поняла, что ничего не усвоила. Оно все вот как пролетело. В итоге я начала волноваться очень сильно, и вот выйти из этого мандража, из этого состояния помог спорт. Вот. Это обязательно, потому что ученые, многие говорят, что если вы будете заниматься спортом, тогда у вас и кровообращение улучшится, вы будете быстрее думать и так далее. Прислушаться стоит. Вот. И отличайте отдых от прокрастинации. Если вы поняли, что вы вот учите, 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 и потом в какой-то момент просто сидите и смотрите в одну точку, знаете, вы не отдыхайте, вы прокрастинируете. Поэтому вот в таком случае не нужно себя щипать, говорить, нет, все, я учу, я учу. Нет, пойдите, пожалуйста, послушайте музыку или поприседайте. Вот. Я вам говорю точно. Поприседали, поотжимались, учеба будет казаться сладкой. Ну, правда. Ну, и, конечно, самодисциплина. Самодисциплина – это основа, то есть то, что я вам сказала сейчас, что если вы поприседали, то все, дальше вы сядете за учебник, это немножечко неправда. То есть нужно себя, конечно, немножечко тут дисциплинировать, заставлять, но ни в коем случае, пожалуйста, не делайте это в ущерб своему здоровью. Оно все-таки вам нужно на все, на все оставшуюся жизнь, а не на какие-то два месяца, понимаете? Вот. Родители и близкие. Такой момент, такой пункт выделила, потому что для меня это очень интимная, щепетильная тема. Родители мне очень сильно помогли. Я думаю, многим из вас сейчас немножечко… возможно, неудобно это слушать или что-то подобное, но на самом деле попробуйте поговорить с родителями. Возможно, сейчас вы, так как сильно волнуетесь, вы когда-то на нервах или рыкиваете от чего-то, пожалуйста, скажите им… Ну, правда, мне как было? Мой пример. Я подходила к маме или папе и говорила… Так я выбрасывала свой вот ком, который у меня на калинии персонировал. Мам, пап, я же все знаю. Сто баллов же, да? Ну, все, я же выучила, я же готова. Родители говорили так. Да, дочь, ты готова. Но, если что, то вот есть там такой-то университет. Если что, там мыть тебя платье, не беспокойся. Это не то, что я хотела слушать. Понимаете, да? В итоге я сама начинала нервничать от этого ответа. Родители не всегда понимают, что таким ответом, как поддержкой, они, наоборот, вас немножечко сковывают в каком-то плане. Когда я уже с ними поговорила и сказала, «Мам, пап, вот давайте так, пожалуйста, говорите мне, что да». Вот как бы я понимаю, что вы мне все обеспечите и так далее. Но, пожалуйста, если вдруг я вас прошу такой вопрос, вы мне скажите, что да, ты все знаешь, ты все отлично, все, умница, давай дело дальше. В итоге они так-то начали делать, отношения улучшились намного, я перестала сильно нервничать. Таким образом, я до ужасного доходила, я по 10 раз спрашивала в день. Но ничего, в итоге все хорошо, с родителями отношения отличные, и, собственно, они тоже были спокойны и рады, что они мне этим самым помогают. Наконец-то нашлась вот эта вот зацепка, которой нужно следовать. Что бы дальше я хотела сказать, это уже предэкзаменом. Вот, может быть, у вас есть сейчас какие-то вопросы по тому моменту, вот за два месяца до экзамена, до того, как вы начали уже? Нет? Ладно, все понятно. Если что, у меня будет потом еще время для ваших вопросов. Я правда жду, чтобы вы со мной поговорили. Мне очень интересно самой, потому что я в прошлом году это проходила. Вы уже, ребята, с другой, скажем так, основой, которая вам преподается. Поэтому мне очень интересно услышать ваше мнение. Вообще, мнение о ЕГЭ. Перед экзаменом просмотрите снова спецификации кодификатора. Не стоит углубляться в какие-то другие учебники и так далее, и так далее. Делайте основу на то, что вы уже наработали. На вашу, вот, именно структуру, которая сложилась. То, о чем я раньше говорила. Если вы можете, вот опять же, просто уверить себя в том, что вы по каждой посетии с кодификатором можете примерный план составить. И в этом будет ваша задача вообще, в принципе, за вот эту неделю, как подготовка. Не нужно нарабатывать, много-много-много набрасывать информации, потому что вы ее, 100%, ребята, не вспомните. Ну, 99,9% не вспомните. И она вам 99,9,9,9,9 не понадобится. Правда мне. Померьте. Потому что я сама начинала что-то, что-то новое искать. И в итоге я поняла, что я потеряла много. Много времени и много нервов. А, нечего раз, отдыхайте. Но отдыхайте все-таки каким-то подвижным образом, чтобы, опять же, сбросить. Релакс у вас наступил, как они называют. Перед экзаменом за один день. За один день перед экзаменом такое очень сложное время, когда вы будете мандражировать независимо от того, подготовились вы, не подготовились, учили вы 2, 4, 5 лет, победитель вы всеросса. Ребята, будете волноваться еще как. Поэтому, пожалуйста, поймите, что за день, я не знаю, как-то положите себе эту шерепную коробку, что вам нужно за один день не столько повторять, сколько просто отдыхать. Потому что, смотрите, ваша цель сейчас будет полностью подготовить себя не к тому, что набрать много знаний, а подготовить себя, выложить эти все эти знания, чтобы учитель понял, что, ну да, этот человек непростой, он, значит, учил что-то, значит, все хорошо. Вы должны именно быть способны это сделать. Не будет иметь никакой важности ваш наработанный материал, если вы не сможете хорошенечко отдохнуть и его показать, вот прям вот, чтобы он скатертью лег. Если вы не будете держать в голове логическую структуру, имеется в виду высказывание мыслей, если у вас причинно-следственная связь, то ее нужно и выкладывать как причинно-следственную связь. Если вы будете фактами ставить, то не факт, что вам зачитут максимум баллов. У меня 93 баллов по истории, но ко всему прочему у меня во всех экзаменах максимум по второй части. Поэтому то, что я говорю, это правда переработанная информация. Если вы можете выкладывать мысль структурно, то это хорошо очень. Не важно будет, какая бы гениальная мысль, какая бы она ни была гениальной, какая бы она ни была красивой или интеллектуально как-то насыщенной, если она выложена некрасиво и нехорошо, не по порядку, вам, ну, два балла поставят. Ну, меньше. Понимаете, да? И это не из-за системы ЕГЭ. То есть я считаю, что система ЕГЭ, она лучше пока что на данный момент. Как, знаете, Черчилл сказал, что демократия это не самая лучшая, я сейчас не помню точную формулировку, но демократия это не лучшая форма управления, но она лучшая из тех, что есть. Вот. Мы не знаем, насколько можно улучшить ЕГЭ, но то, что сейчас есть, оно позволяет многим ребятам поступать в вузы и радоваться. Вот. Ну и настройтесь на отличный результат. У вас точно все получится, если вы как-то работали. Приготовьте одежду и сумку. Моя ситуация. Опять же. Приготовила одежду, все хорошо, вроде, да? Не проверила ручку, вторая ручка не работает. Ну, бывает такое, да? Проверила ручку, не работает. Но в день уже, когда вот я была почти в дороге, за пять минут. Ну, что же ты будешь делать-то? Нашла где-то за кромах черную. Надела штаны, ну, зацепка. Ну, что ты будешь делать? Опять переодеваться? Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, подготовьтесь за день, вот это все сделайте, потому что быть, вот нельзя в первый день, вот в дороге быть вот уже нервно пошатанным каким-то. Пожалуйста, вот это вот выполните, это моя рекомендация. Не надевайте железные украшения и мелочь выложите. Опять же история. Ну, простите, я буду сегодня с вами разговаривать именно на таких больше жизненных примерах. Я уже стояла в экзамене по-русскому, а девочка передо мной безумно волновалась, то есть у нее руки тряслись, коленки, я думала, она сейчас в обморок пойдет. Натурально все, ребенок был уже не с нами, где-то там, в своем мире. И она проходит через металлоискатель, делает шаг, писк. Вы бы ее видели. У всех в очереди просто замерло сердце, потому что, господи, неужели из-за этого она волновалась? Она медленно-медленно в карман пройдет, вытаскивает 10 рублей. Гитарически, понимаете? Ребенок чуть не расплакался и за 10 рублей. Просто из-за того, что она ехала на экзамен и положила не 15 рублей, а 25. Понимаете? И все же уже напряглись, учителя, которые стоят около медалленно-искателя, что не дай бог этого ребенка сейчас заберут или найдут. Зачем это делать? И она говорит, ну, конечно, у нас у всех, кто был в очереди, все, спал груз, но девочка расплакалась. Не надо, пожалуйста, так делать. Вы себя сбрасываете, и потом вам будет сложно настроиться заново. И получается, все эти два месяца, которые вы готовились, да, себя настраивали, что да, я молодец, да, я умничка, да, я напишу на 100 баллов 90+. 10 рублей, и вы начинаете мандражировать. Не надо, так делать, ладно? В дороге. В дороге. Это отдельная тема. Но в дороге, я думаю, начинается та фаза, которую не любит, наверное, ни один человек, он не захочет такое испытывать. Начинается высший пик мандража. Он может проявляться у вас как застойный момент, то есть вы молчите, спокойные. А на самом деле, вы даже сами можете не понимать, но у вас сердце так. Вот в этот момент очень важный психологически настройтесь на то, что вы все знаете. Можете родителей просить, мам, пап, вот всю дорогу мне повторяйте как мантру. Ты что сделаешь? Я не знаю просто, что для вас подготовка моральная, поэтому, возможно, вы мне сейчас откроете свои методы подготовки. Может быть, я перед сосей так буду делать. Но это правда важно, потому что, если вы сейчас будете волноваться сильно-сильно-сильно излишне, ну, можете сделать обидную помарочку, назовем это так. То есть не увидеть там, что у вас B подходит прямому налогу, а не косвенному. Хотя вы это знаете. Вы это безусловно знаете. Я уверена, что уже у всех из вас на работу, на определенной базе ее только нужно сейчас структурировать. Сструктурируете, все хорошо. Но вот если вы не будете подготовлены к тому, чтобы показать себя, тогда и получится, что будто бы вы этого не знаете. Вот это нужно понимать. Вот. Нет. Мы уже на самом экзамене. Нет шпаргалкам, телефоном и любым девайсам. Это не наказание просто собраны взоры. Это наказание вам от меня. Желание, пожелание, скажем так. Я сама видела ситуацию. Русский язык опять же. К слову, я вышла из школы самой последней. То есть не бойтесь быть самой последней из школы, в которой пишут экзамен. Я вышла под марш славянки, можно сказать. Учителя мне все радостно махали ручкой, что наконец-то последний ученик ушел. И они могут проходить процедуру уже другой. В итоге я вижу вдалеке свою классную руководитель и свою маму. И они что-то бурно обсуждают. Вот что-то произошло и сочувствую сожалением. Я думаю, боже, неужели кого-то из моих друзей что-то произошло. И кто-то в обморок трогнулся. Не знаю. Подошло, что случилось? Рассказываю ситуацию девочкам. Написала все. Написала за очень короткое время. Но она была отличницей, золотая медаль, у нее все-все-все. Она молодец, она уже прошла профильную математику. Я не помню, но она уже некоторые экзамены уже все прошла. В итоге она решила посмотреть, как жалюзи пишутся. Ну, не пишутся, а ударения. И достала шпаргалку в туалете. Ее на этом ее экзамен закончился. Вот. Таким образом, два года учебы в школе отлично сданы экзамены на том, вы должны понимать, что это не просто какой-то экзамен, это главный экзамен, русский. Она жалюзи посмотрела не из-за того, что она не знала, а из-за того, что она возволновалась. Из-за того, что, господи, я здесь жальницу. Или что-то еще. Понимаете? Не нужно этого делать. Излишнее нагнетение ситуации. Ребята, вот это такой тоже момент, это другая. Я вам сейчас говорила про психологическую подоплеку нагнетение ситуации от своих друзей. Сама столкнула ситуация, девочка очень сильно волновалась и стояла «Я не сдам, мы не сдадим». Правильно мама говорила мне вместо ПТУ. Не нужно, пожалуйста. Мама такого не говорила, но она в себя такого реалка, понимаете? Не поддавайте, пожалуйста. Вот ограждайте себя от таких людей, потому что иначе сами будете думать, что вам место не в ведущих вузах в России, где я уверена, вы и окажетесь, а где-нибудь в другом месте или, допустим, просто запоростите чобу. Но это реальная ситуация, то есть некоторых людей она может пошатнуть. Растерянность, про растерянность я уже сказала, и, пожалуйста, не реагируйте на шепот сзади. Шепот сзади это та самая ситуация, которая от вас не зависит, абсолютно. Вам могут спросить, какого определения такое-то. Вы не то, что плохой человек, что не отвечаете, да? Просто понимаете, вы отвечаете за свое будущее. Возможно, у этого человека будет 93 балла, просто из-за того, что он забыл это определение какое-то, да? А вас могут вывести из разговора, понимаете? Поэтому пожалуйста не реагируйте на это. Моя забавная история. Сидим уже на экзамене, я имею такую особенность, я всегда отвечаю, когда кто-то чихает, кто-то входит, здравствуйте, спасибо, будьте здоровы. Идет экзамен, девочка чихнула сзади, я на весь класс, будь здоровы. Ну, в общем, этого не надо делать, потому что, во-первых, все перепугались, потому что что произошло, вроде просто чихнули, а я выглядела. И преподаватель не знал, как здесь реагировать. Понятно, что я никому ничего не подсказала и так далее. Ну, я дала посыл здоровье, но не думаю, что это ей помогло как-то в игре. Но была неуприятная ситуация, потому что я не знала, как себя, я себя немного корила за это, потому что, ну, Господи, ну, Кать, ну, не могла со своей бежностью подождать, а? Ну, вот вышла бы и сказала ей, ну, нет, вот так. Да, орехи, шоколад и вода без оберток. Без отверток тоже, пожалуйста. Пожалуйста, в чем тут вся суть? Обертки шуршат, и как у меня было на математике, мальчик вышел, начал есть российский шоколад. Я теперь знаю, что у российского шоколада, ну, я не буду, ну, в общем, компания так созвучна, самая шушащая бертка. Потому что мы все ребята, которые были, пять минут слушали шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Ну, пожалуйста, не мешайте другим и себе оставите удовольствие. На вас никто не будет зло смотреть, когда вы будете возвращаться в аудиторию. Вот. Концентрация и дострой это успех. Я сейчас только заметила свою такую нить презентации, что я все время на психологию на вас давлю. Поэтому, ну, простите меня за это. Соблюдайте баланс скорости. Что я здесь имею в виду? Не нужно себя слишком быстро... Все, вот вам положили ким, и вы вот прям как будто на старте, и вот сейчас вот скажут, ребята, открываем, вы уже, понимаете, кинулись. Я сама... Это, на самом деле, реальная ситуация. То есть, ребята, настолько напряжены, что просто реее, и все, уже открыт, понимаете. Секунда прошла, уже распакован. И здесь можно получить много-много каких-то либо стиплинарных моментов, то есть, когда вам попросят учитель, ну, пожалуйста, подожди, либо дуриковый момент, чтобы вы не будете максимально сконцентрированы И сможете допустить, допустим, у меня фамилия Тагильцева, в одном из пробников я написала Тагилцева, то есть пропустила мягкий знак. Ну это неприятно же, правильно? Поэтому, чтобы такого не было, не спешите. Все, у вас скорость есть, а для того, чтобы вымерить вот эту вот скорость, которая вам нужна, вы, пожалуйста, дома, вот как раз таки в мае, когда вы уже будете знать, иметь большой багаж знаний, да, уже его структурируете почти, попробуйте пройти, попробуйте пройти весь тест. Я уверена, что вы уже сейчас делали, и я уверена, что вы на пробниках это смотрели, но, возможно, для вас откроется другая нить повествования, которую вы можете проложить через ПС-экзамен. У меня как было? Я сначала открывала самое последнее задание, просто потому, что у меня так работает мозг. Я увидела тему, которая мне понравилась, сразу написала себе примерный план, который я хочу сделать, и начала работать. К тому моменту, как я уже все закончила, я поняла, что у меня готовые сочинения в голове, потому что в какие-то моменты я немного отдыхала или думала, ага, вообще, я помню, вот здесь я сделаю такой пример. Если вы будете это все проделать и сделать это индивидуально, не так, как я вам сейчас говорю, да, а так, как для вас удобно, то все пройдет как по маслу, я вам гарантирую. И видеонаблюдение. Многие разговаривают. Вы рады тому, что золотую медаль хотят прикрепить к стопалам, ну или к определенному порогу? Нет. Нет? Нет. Хочется, ну... Ну а почему? Ты же все равно учишься, зарабатываешь, а знаете, почему ты начинаешь по ЕГЭ? Игэр, в частности, достаточно важна именно подготовка вне учебы. А от учебы это отдельно. Ну, значит, посмотрим, что будет и к чему это приведет. Так вот, видеонаблюдение, видеонаблюдение, это гарант честных результатов. В первую очередь, ваших честных результатов и вашего успешного поступления в университет. Когда вы приходите в аэропорт и проходите через металлоискатель, вы не думаете о том, что, ага, значит, меня хотят подловить, значит, меня думают, они точно думают, что я, человек, могу принести бомбу. Вы же так не думаете, правильно? Вы думаете о своей безопасности. Так же и тут, камерами данного искателей, это не способ поймать вас. Поймать, вот он списывает и на все услышания об этом сказать. Это то, чтобы вы могли конкурировать. Все-таки это важная часть любого экзамена. Наши гости говорили о той ситуации, когда ребята пописали отлично олимпиады, но проваливаясь на экзамене. Зачастую, зачастую так-то и бывает, что, ну, имеется в виду и за этой причиной, потому что контроля нет. Вы должны понимать. Ну и плюс там другая система. Экзамен и олимпиада, это чуть-чуть все-таки разные области, которые вы должны показывать. Вот, советы по выполнению самому. Это сразу выйдете 5-10 минут для заполнения вот самого бланка первого с кратким ответом. Потому что у меня, допустим, в истории ошибка. Я написала все, но пропустила циферку. И поэтому я не 96, а 93 балла. Я просто-напросто не сконцентрировалась. У меня оставалось 3 минуты до конца. И я понимаю, что я не успеваю. И я пропустила. Пропустила эту цифру. Ну, 93 и 96 все-таки, ну, есть 3 балла. Но не в моем случае, конечно. Вот, но... Ну, просто я имею в виду не в моем случае, потому что мне повезло поступить в Новосибирский государственный университет. И все-таки повезло мне в других экзаменах хорошо выступить. Извлекаясь... Ну, вот, идите по запланированному плану. Это я вам уже сказала. Абстрактные формулировки. Насчет них. Абстрактные формулировки — это проблема каждого сдающего. Когда мы не знаем какую-то определенную тему, мы начинаем что делать? Ну, я скажу вот так, подразумевая вот это, но если вдруг они подумают, что так, то тоже неплохо. И в итоге получается каша-маляша. Простите, что так выразилось. И в итоге вам не зачтут. Вот здесь именно нужно показать вашу логику, вашу стройность, красоту речи. Если вы это все сделаете, вам... Ну, поставят максимум. Потому что, в конце концов, вы поймите и эксперта, который просматривает уже 200-ю работу, и он не будет прям вбироваться в суть, что вы могли здесь это сказать. А если он подумал вот так вот, та проблема, которая часто возникает у ребят, которые хорошо подготовились в заданиях с картным ответом. Да, вы начинаете смотреть с разных сторон, как будто обходите какие-то препятствия. Вот тут максимально четко нужно. Если вы считаете, что нужно здесь вот так, лучше сделайте дополнительный какой-то пример. Вот, допустим, я в число знаний, в задании, сейчас уже не помню в каком, написала вместо трех примеров четыре. Просто потому, что я не была до конца уверена. Не нужно, значит, писать шесть примеров на вот это задание. Это не значит, что вам поставят больше. Вам, возможно, даже поставят меньше, потому что будут понимать, ага, наверное, он просто не разбирается, поэтому начинает туда-сюда прыгать. Тут не нужно, да? Не нужно никак хитрить. Все-таки будьте честны сами с собой в первую очередь. Черныльки используйте, пожалуйста. У нас есть девочка, которая писала русский на счетовик сразу, потому что она была уверена, и она написала на Севс-2. Тестовая часть вся правильная, но ошибок полны-полно. Вот. Не то, чтобы она не знает, да? Это ни к этому не приурочено. Просто-напросто она торопилась. Я не знаю, что у нее было после экзамена спланировано. Такого, что нужно убежать. Но такая ситуация произошла. В задании 29 связывается пример с теоретическим положением. Это тоже ситуация повсеместная. То, что пишут сначала теория, а потом примеры. С этого года я посмотрела специально все источники, которые могла. Вам четко сказано, что если у вас есть теоретическое положение, которое вы аргументируете, связывайте эти моменты. Не нужно писать сначала теорию, а потом примеры. Если вы говорите о социальной мобильности, допустим, на каком-то историческом факторе, то свяжите вот этот фактор, допустим, не знаю, кастовый строй и Индию, пример, и вот как вы это видите. Связывайте моменты, и тогда вам без вопроса поставят пальбал. Посмотрите видео. Ну, это вот как раз то, что я хотела. Там вот эту информацию я взяла оттуда. Это проверенная информация, та информация, которую вам нужно. И чтобы не тратить потом время в мае или тем более за одну неделю, посмотрите сейчас, когда будете ехать домой. Оно, по-моему, 24 минуты. Вам труда не составит, а нам приятно.